Всем привет! Меня зовут Илья Сёмин. Я шеф-повар и совладелец первой аутентичной украинской текирии Чика Паблана. Мы на Академии Смоку, и сегодня я буду готовить одно из самых древних блюд мексиканской кухни. А точнее, блюдо народа майя, которое называется Коченито Пибиль, что дословно с испанского переводится как «поросенок, запеченный под землей». Для приготовления этого блюда нам понадобится мясо, в частности свинина. Я взял свиной живот, но вы можете брать абсолютно любой отруб. Самое главное, чтобы была хорошая пропорция жира к мясу. Мясо мы замаринуем с лавровым листом, черным молотым перцем, зирой, майораном, гвоздикой, корицей и интересной специей, которая называется чипотли. Чипотли – это копченый халапеньо, который был высушен и перебит в пудру. Он обладает очень ярко насыщенным копченым привкусом, слегка сладкий и немного пикантный. Также для маринования мяса нам понадобится достаточно уникальная специя, которая называется очиоте. Очиоте – это традиционная мексиканская специя, которая готовится на основе семян аната. Если кто-то из вас был в Мексике, наверняка видел огромные вертели с мясом ярко-красного цвета. Именно благодаря очиоте мясо красное. Также очиоте обладает ярко-кислым вкусом, слегка горьковатая и немного травянистая. Но если вдруг вы ее не нашли, ничего страшного, мы обойдемся без нее. Но я надеюсь, что в скором времени она появится в Украине в свободном доступе. Последним ингредиентом для маринования мяса будет апельсин. Мы не случайно его сюда положили. Он на самом деле отыгрывает немаловажную роль, потому что он является основным источником сахара и кислоты в маринаде. Следующим ингредиентом в нашем блюде будет лепешка. Лепешка это основа всей мексиканской кухни. Она может быть кукурузная, может быть пшеничная. В нашем случае она пшеничная и это абсолютно окей. Это собственный импорт сельпо. И до недавнего времени еще было практически невозможно найти никакую лепешку в Украине. Но сейчас пшеничная лепешка, размер на самом деле не важен. Для нашего блюда чем меньше, тем лучше. Но среднего размера тоже абсолютно нормально подойдет. И последним составляющим нашего блюда будет маринованный красный лук, который мы замаринуем в принципе абсолютно в обычном маринаде. Мы возьмем белый винный уксус. Вы можете взять яблочный, можете взять столовый, но его надо будет добавить чуть меньше, потому что он намного более концентрированный. И немного специй. Вот собственно и все. Так как готовить мясо дольше всего, то мы начнем именно с него. Для того, чтобы его запечь, предварительно его нужно замариновать. Мы возьмем наши специи, которые еще не молотые, и перетрем их в ступки. Именно поэтому нет смысла покупать и искать всегда-всегда молотые специи, потому что если у вас есть дома ступка, то вы всегда сможете свежемолотые специи сделать дома. Начнем с гвоздики и зиры. После того, как перетерли гвоздику, можно кидать зиру, и нет смысла доставать гвоздику, потому что все равно это все превратится в однородную пудру. Гвоздика и зира уже перетерты в ступке. И для того, чтобы понять количество специй, которые нам нужны, мы можем прямо в ступке смешать все остальные. Мы берем корицу, орегано, черный перец, лавровый лист мы положим позже. И перемешиваем все это в ступке. Теперь можно слегка еще потолочь орегано. Вот что у нас получилось. Для приготовления самого маринада нам понадобится блендер. Сюда мы добавляем наши специи. Дальше кладем отчеты. Дальше берем соль. И теперь нам понадобится апельсиновый фреш. Для того, чтобы выжать максимальное количество сока из апельсина, прежде чем его разрезать и выдавить, его нужно просто прокатить по столу туда-обратно, слегка нажимая рукой. Если немного мякоти или семечек упало в маринад, ничего страшного, мы все равно это все перебьем, и никто ничего не заметит. А теперь я перебью его в однородную пасту. Маринад готов. Он у нас получился жидкий, но достаточно плотный. И теперь мы смешаем его с мясом. Мясо мы будем запекать в пароконвектомате. Поэтому для того, чтобы запекать мясо, нам понадобится любая посуда, кастрюля, либо гастроемкость. Но чтобы у нее не было пластиковых ручек. Чтобы она была полностью из металла, либо из чугуна, либо из стали. Не важно. Потому что, если там будет пластик, он просто-напросто расплавится. Поэтому мы возьмем сотейник. Возьмем наш свиной живот. Свиной живот у нас без кожи. Предварительно разрежем его на большие куски. Примерно такой кусок, кусков на 5-6. Теперь замаринуем наш свиной живот. Если у вас нет пароконвектомата, либо духового шкафа, то это мясо можно просто довести до кипения в собственном маринаде, убавить огонь на минимум и тушить порядка 4-5 часов до того момента, когда мясо будет полностью распадаться на волокна. Самое главное делать это под закрытой крышкой, для того, чтобы не выпарился весь соус. Мясо есть, маринад есть, перемешиваем. Прошло 45 минут, наше мясо замариновалось. Теперь нам нужно добавить в маринад лавровый лист. Накрыть его фольгой и поставить в печь. И, конечно же, п*** она закончилась. Я рекомендую накрывать в два слоя, на всякий случай. В идеале оно должно томиться ночь под землей, но у нас нету столько времени, поэтому мы поставим его в печь на температуру порядка 140-145 градусов на 3-3,5 часа. Сейчас мы будем мариновать лук. Лук в нашем блюде будет выступать такой свежей, хрустящей составляющей. Он будет слегка кислый, слегка пряный и немного островатый. Сначала мы приготовим маринад, потому что нам нужно будет довести его до кипения и слегка остудить, потому что лук должен быть именно свежий и хрустящий, а не вареный. Мы берем сотейник, наливаем туда белый винный уксус. Теперь в уксус добавляем воду. Немного сахара, соль и копченый перец чепотли. Ставим на огонь для того, чтобы сахар растворился. Теперь снимаем с огня для того, чтобы маринад остыл и в это время нарезаем лук. Лук нарезаем тонкой соломкой. И когда маринад достаточно остыл, просто кладем лук в маринад. Оставляем лук мариноваться на час-час тридцать. Прошло три часа, и сейчас мы будем доставать наше мясо из духовки. Если честно, мне уже не терпится попробовать. Будьте аккуратны, когда снимаете фольгу, потому что может пойти пар и очень сильно обжечь вам руку. И теперь нам нужно щипцами размять мясо на волокнах. Как видите, оно очень нежное, потому что мы долго и при низкой температуре его томили. Дело за малым. Нам нужно распаковать тортильи, поджарить их по 10-15 секунд с каждой стороны и сервировать кочаниту. Тротильи у нас достаточно крупные, поэтому мы будем подавать нашу кочаниту пибель не в виде тако, а в виде энчилады. Это значит, что мы положим всю начинку внутрь и завернем в трубочку. Теперь накладываем наше мясо. Будьте аккуратны, потому что ручка сотейника может быть еще горячая. Немного лука и кинза. И если у вас есть любовь к острому, то обязательно попробуйте съесть это блюдо вместе со свежим перцем хабанера. Ну вот и все. Мы приготовили с вами национальное мексиканское блюдо кочанита пибель. И теперь у вас есть прекрасная возможность пускай даже на час, не выезжая из Украины, оказаться в Мексике. С вами была Академия Смаку. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!